Друзья, здравствуйте! Рада приветствовать вас на канале Школа Здоровья. Яна Трицова, доктор Митропатия, Наталья Кондакова. Сегодня я хочу с вами поговорить про отток желчи. Я хочу поделиться с вами информацией о том, как это нужно делать в вашей повседневной жизни. Как это можно делать с вашей едой, как это можно сделать, встроив полезные здоровые привычки, ваш образ жизни. На самом деле это сделать очень легко, но сначала давайте с вами разберемся, зачем нам нужен хороший отток желчи. Мы с вами знаем, что печень синтезирует желчь. Желчь скапливается в желчном пузыре, когда мы начинаем кушать, она выходит за пределы желчного пузыря в 12-перстную кишку, встречается с ферментами поджелудочной железы, активирует их и все питательные вещества начинают хорошо усваиваться. Именно так происходит процесс пищеварения, расщепления. Так вот, если у нас хорошо отходит желчь, если хорошо активируются ферменты, то это дает нам гарантию того, что питательные вещества, строительные элементы для нашего организма будут получены в полном объеме. Тогда желчь отходит плохо, ферменты работают плохо, половина веществ не усваивается, и мы с вами недополучаем ни витаминов, ни микроэлементов, ни строительных элементов, например, белка для нашего организма. Поэтому заботимся об оттоке желчи. Как это сделать? Первое, что мы можем с вами сделать, это убрать из рациона все трансжиры и рафинированное масло. Почему это нужно сделать? Потому что все рафинированные продукты, я имею в виду рафинированные масла, это молекулы уроды, которые не формируют нам здоровую мембрану. Они встраиваются в своем вот этом мутированном виде в мембраны наших клеток, и наши клетки становятся нездоровыми, они становятся больными, в том числе и клетки печени. Они не могут синтезировать нормально желчи. Что нам нужно сделать? Нам нужно с вами в рацион добавить правильных здоровых жиров. Что это такое? Это масло кхи, это сливочное масло, это авокадо, это немного растительного масла, холодного отжима, качественного, которым вы можете заправлять салат. Второе, что нам нужно сделать для оттока желчи, это увеличить количество потребляемой воды. Вернее, не увеличить даже, а довести его до нормы. Очень важно, чтобы в нашем рационе было достаточно воды, потому что 99% всей желчи состоит из воды. Представляете, если будет обезвоживание или будет мало воды, желчь будет густая, не текучая, ей будет очень-очень трудно отходить из желчного пузыря. Что делать для того, чтобы наладить водный режим? Утром, вставая с постели, выпивайте 1-2 стакана тепло-горячей воды. И потом между приемом пищи вы тоже можете выпивать 1-2 стакана тепло-горячей воды. Либо, если вы не успеваете или не забываете, за 30 минут до еды делайте то же самое. И так у вас получится примерно 1-1,5 литра дополнительного объема жидкости. И это дает вам гарантию, что желчь становится более теку. Третье, что мы с вами должны сделать, это добавить горечи в каждый прием пищи. Что содержит горечи? Это различные зелени, это крест-салат, это рукола, это петрушка, это кинза. Выбирайте все, что вам нравится и добавляйте зелень в ваши салатики или просто в вашу тарелку. Это будет улучшать отток желчи. Можно даже использовать немного горчицы, потому что это тоже горечь. Или, например, выпить чашечку цикория по завершению вашего приема пищи. Это будет способствовать оттоку желчи. Но ни в коем случае в конце еды не ешьте десерты, потому что сладкое тормозит отток желчи. Вот такие небольшие правила во время приема пищи. Мы с вами еще можем добавить прием минеральных вод. Например, воду донат магния. Мы можем принимать ее курсом периодически за 30 минут до еды по 50-100 мл. Это тоже будет улучшать отток желчи. Представляете, всего немного вот таких простых правил, но это существенно улучшает состояние желчного пузыря и улучшает отток желчи. Потому что отток желчи и здоровье печени, и здоровье кишечника очень сильно связаны между собой. О том, как заботиться о здоровье печени, о здоровье желчного, еще больше я рассказываю в своем открытом уроке, о чем молчат печень и желчный. Этот урок бесплатный. Для того, чтобы туда попасть, переходите по ссылке под видео. А мы с вами увидимся в новых полезных видео. До встречи!